Субтитры сделал DimaTorzok Короче, на улице Ветродуй, давайте поделимся, что у нас вообще было со стоками на этой неделе. У меня на этой неделе со стоками была зопа, как тут некоторые люди говорят. Короче, бесит меня, бесит меня, и тут даже уже, наверное, не к шаттерстоку претензий, а только ко мне и к общей ситуации в мире. Потому что, конечно же, потихонечку бизнесы всякие сливаются, заказов меньше, это я чувствую и по остальным своим делам. Потому что сейчас уже заказиков у меня пока нет, но я, конечно, быстро обычно разбираюсь с тем, что есть. Но вот пока тишина, то есть какие-то только, опять же, процессы обсуждения, и все это зеркалится тоже и на стоках. Так как я, умничка, молодец, не смогла в итоге рисовать что-то актуальное, кроме раскрасок, которые вот покупались тогда, на этой неделе нет, только два паттерна у меня купила. Шаттерсток, вот, две продажи просто. Это вот, ну, шаттер, ну ты чё, ну люди же всё равно живут и делают свой мир как-то красивее и лучше, и у меня есть чем можно это сделать. Вот, потому что на коронавирусную эту историю, карантинную, я так ничего и не нарисовала. Вот, потому что, конечно, я и вдарилась в детские уроки, сейчас больше их снимаю, вот, но потихонечку, конечно же, гружу. На шаттере я загрузила 28 работ на этой неделе, это неплохо, и вообще у меня даже такой небольшой праздник, потому что я на этом компьютере уже сделала больше тысячи картинок за этот год. Вот, вот, да, компьютеру чуть больше года, и уже вот тысяча картинок. Я просто их, у каждой картинки для шаттера порядковый номер, и я такая, ооо, типа вот тысячная картинка, и тысячная картинка была очень-очень красивым паттерном. Я на этой неделе чуть-чуть порисовала ботаники карандашом, и вот подделала паттерн, ещё там у меня одна веточка, тоже всё это есть покажу. Подделала, собственно, да, паттерны из этого, ещё там в Adobe Fresco на iPad там порисовала какую-то фигню, какие-то типа цветочки, и уже тоже из него паттерны такие довольно-таки однотонные, нейтральные сделала. Ну, короче, посмотрим, будем грузить, ну, главное, что есть что грузить, иногда я прям не на 100% довольна картинкой, ну, она как бы хорошая, но не прям, чтобы такая вот шедевральная, но сойдёт. Вот. Короче, хочется, конечно, шаттер поругать, типа, шаттер, блин, ну ты же можешь продавать раскрасочки, чё, неужели все накупили? Давай, алё, ну, блин, шаттер, я вообще тобой недовольна. Зато Adobe поругала его в прошлый раз, и прилетело там две продажи, за четыре там с чем-то, и там за доллар с чем-то, в общем, паттерн продался, и что же ещё? Всё. И, а, и бордюр со сливами, да, который я рисовала, делала из этих, из сета фруктового, да, его тоже купили, классный, смотрится хорошо, хорошо, что нашлись ценители. А так, тишина. Вот. Пытаюсь всё взять в себя в руки, чтобы что-то более такое чёткое делать, но, опять же, фокус у меня пока на немножко другом. Кто ещё не подписался на мой канал с уроками, пожалуйста, подпишитесь, ссылочка там будет внизу, потому что очень хочется побыстрее набрать первые тысячи подписчиков, и, конечно же, просмотры, и реально это очень классные уроки. Я вот, видите, рекламируюсь везде, где можно, то есть на моём канале в отчётах, вот, всё. И если у вас есть какие-то, кстати, идеи по поводу продвижения моего канала, может быть, знаете какие-то группы ВКонтакте, которые посвящены, вот, ну, там, такие мамские группы, типа, чем там занять ребёнка, потому что, блин, очень классные уроки. Уроки реально, я очень придирчива к тому, что делаю, то есть если я что-то делаю, это должно быть крутое, и уроки реально обалденные, и они бесплатные, потому что, блин, они бесплатные, вот. Это тоже главный жирный плюс, тем более сейчас вот в это карантинное время. Короче, давайте делитесь своими мыслями, как мне вот в этой сфере двигаться. Про стоки, что ещё хотела сказать, про, может быть, актуальные, можете, ну, конечно же, я прошу поделиться тем, что у вас покупают, потому что, конечно же, там паттерны, там, могут брать для каких-то целей, но это, конечно, будет капля в море, потому что всё-таки мы должны делать на стоке что-то актуальное, с учётом того, что сейчас вообще огромная конкуренция. Шаттер и так последние полгода, как я поняла, работал над тем, чтобы увеличить количество авторов, чтобы был приток новых картинок, новых каких-то стилей, и сейчас выбор у покупателей больше. Конечно же, у нас там все такие, блин, продажи, потому что, ну, конкуренция и все дела, ну, это как бы нормально, конкуренция, здоровая конкуренция, это всегда хорошо. Так вот, про актуальность, я начала, я уже забыла, господи, вот у Катя всё как понесёт, ну, вы знаете. Про актуальность, что сейчас вообще востребовано, то есть, да, там бизнесы стоят, но, опять же, бизнесы стоят, не все бизнесы стоят, и люди живут, поэтому надо понять сейчас, что вообще людей окружает, какой у них лайфстайл, и из этого пилить штуки. Во-первых, очень актуальная тема сейчас, это тема доставок, поэтому коробки, курьеры в масках, без масок, то есть, вы можете курьеры и в маске запилить, и курьера без маски, вот. Если будет придираться шаттер, просто, даже чтобы сразу не придирался, одну картинку взяли, отобразили, которая с маской, а другую не отобразили, всё, это уже другая картинка будет для шаттера. Так что пробуйте, экспериментируйте, что ещё у нас актуально, ну, какие-то домашние темы, что у нас, заходите на сайты, смотрите, о чём вообще пишут новости, про что-то про бюджеты, что ещё, взаимоотношения, игры с детьми, что там, как это проиллюстрировать-то не знаю. Короче, просто вот подумайте, что вы видите, как люди сейчас развлекаются и какие компании сейчас, ну, не сказать, что процветают, в общем, активно работают и востребованы. Естественно, это конторы по доставке еды, это и, ну, медицина, наверное, вот, хотя у неё так хорошо, мне кажется, она никак ничего не покупает. Если у кого-то покупают, пожалуйста, поделитесь, видите, я просто прямо в процессе сейчас думаю над тем, что можно было бы порисовать. Да, доставки еды, вообще доставки, про это я уже сказала, что у нас ещё, какие-то, ну, блин, в общем, просто надо залезть на новостные какие-то сайты, на вообще любые и на какие-нибудь женские, и на бизнес-портал, и на прочее-прочее, опять же, что вас больше интересует. Просто многие вот говорят, как я, что, типа, блин, ну, мне вообще на тему коронавируса ничего не хочется рисовать, но сейчас больше даже тема карантина актуальна, и просто посмотрите, вот, что для вас именно актуально. На каких сайтах вы сидите, что вы читаете, залезайте туда и смотрите, какие-то вот, что вас там, книжные полки, чтение там интересует, что-то ещё, короче, развивайте, развивайте эту тему, вот. Вот, займитесь делом, вот, но если вы хотите поныть, потому что я тут немножко как-то это, что-то немножко я какая-то нудная и немножко ноя, потому что я зла на шаттер, что он как бы не продаёт, но, с другой стороны, я и на себя тоже злюсь, что я не в тренде, что я не вбахиваюсь в это, но зато я вбахиваюсь в другое. Вот, это тоже должно принести свои плоды. Короче, у меня, видите, какое-то просто биполярное расстройство какое-то уже пошло. Вот, всё, давайте будем переключаться на стоки. Пишите, пожалуйста, в комментариях, как у вас дела, как у вас с продажами, как у вас с загрузками, что вы рисуете, какие вообще у вас там прогнозы, какие мысли. Может быть, есть какая-то инсайдерская информация, что очень-очень-очень важно. В общем, пожалуйста, пожалуйста, рассказывайте, делитесь и, конечно же, поругайте стоки. Я надеюсь, магия сработает, потому что, ну, блин, ну, шаттер. Вот. Но я не искренне ругаю, понимаете? Я больше себя ругаю, что я не гружу, поэтому и продаж нет. Вот. Ладно, всё. Всё зашибись. Жду вас в комментариях. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok